Всем привет, с вами Светлана. Сегодня я, как всегда, прогуливаюсь пешком, погода у нас уже зимняя, очень даже зимняя, холодно, мороз, снежок такой хороший выпал. И я иду в магазин, километров три, наверное, сегодня прохожу, а потом еще позанимаюсь дома. Я нашла такую альтернативу, если вдруг я не могу ходить, выйти по погоде, погода не позволяет. Я нашла в ютубе ходилочки, вот, включаю их, и там есть две тысячи, пять шагов тысяч. Очень даже неплохо все получается, даже наоборот лучше, потому что там интенсивнее ходьба с упражнениями, чем вот так вот идти просто по дорожкам, по тропинкам. Ну, и буду заниматься укоренением дальше своих растений. У меня там уже много растений изрослись. Я начала укоренять циндапсисы, филодендроны, и остался один горшочек, чтобы почекать его, вот, и насадить на весну. Итак, что я сегодня хочу сделать и показать, вот это у меня уже настолько большой филодендрон, оба филодендрона больших выросли, что уже макушечка не выдерживает, и вот так вот падает, валится, в общем, половина сюда. Да, я думаю, что его пора почеренковать, так как многие из моих филодендронов, из циндапсусов я уже почеренковала. Сейчас вам покажу. Вот все посаженные промежуточные черенки циндапсусов на весну. Они уже хорошо укоренились, начали давать молодые листики. Я поближе покажу. Ну и перед этим давайте вспомним, какие они у меня были. Одно из моих последних видео. Мои циндапсусы, часть семейства ароидных, комнатные растения. Привет, с вами Светлана, и сегодня я хочу с вами поговорить о таких растениях из семейства ароидных, как эпипремнумы, или еще их называют циндапсусы. Покажу свою коллекцию. Она у меня не очень большая, но залита, вот такие вот хорошие выросли. Некоторые потеряли в облегадность, некоторые, наоборот, улучшили свою расцветку. Ссылочку на это видео я оставлю в описании под моим видео. Давайте посмотрим все, что у меня готовится к весне, как я укореняю. Я вам это уже много раз рассказывала. Сейчас покажу, как это все выглядит в январе месяце. Растут черенки укореняемых ароидных. У меня сейчас в таких вот прозрачных горшочках, очень удобные горшочки, где можно просматривать вот такую вот корневую систему. Хороша ли она? Смотрим, что очень хорошо растут корешки. Уже, кстати, нужно и полить. Вот это хэппи лиф. Череночки порезала я свое растение. Оставила такой небольшой кусочек, чтобы на следующее лето оно снова росло. И вот так вот уже начал каждый промежуточный листик. Вот, например, вот этот листик дал, вот уже новый листик. То есть это растет детка. Также идут вот молодые листики. В общем, каждый вот, каждый-каждый лист, этот материнский, даст молодое растение. Потом я буду отсаживать их в маленькие стаканчики, и они будут у меня уезжать в новые дома. Другой сорт Эпипремтума, Марбл Квин, по-моему, он называется, тоже надо полить. Вот видно корешочки. Корешочки вот так вот уже просятся наружу, и каждый листик вот старается дать деточку. Вот это вот идет уже новая деточка. Очень хорошо и быстро растет Сендапсус неончик. Вот такое вот растение с такими насыщенно, прямо лимонным цветом, идут молодые листики. Вот этот каждый старый листик дал вот такие вот маленькие росточки. Все это будет отсаживаться отдельно по одному кустику. Корешки у него не очень мощные, но, как видим, очень хорошо, пышно он растет и быстро. Также быстро растет Сендапсус Энджой. Здесь вот несколько тоже укорененных промежуточных черенков, и уже почти каждый дал новый свежий вот листик, ростик. Сендапсус без названия. Мне многие подсказывают, что это Марбл Квин, но это не он. У него более белые листики, много белого. А у Марбл Квин он такой вот с желтым листом, больше зеленого. Поэтому это совсем другой сорт. Возможно, это белоснежная, как White Квин. Ну, в общем, очень интересный тоже Сендапсус. Укоренился хорошо каждый листик. Дает тоже, вот, деточку. И будут в конце февраля уже рассаживаться. Будут достаточно крепкие, молодые, вот такие вот растенницы. Очень медленно укореняется и растет Moonlight. Такое вот растение, очень требуемое среди всех. Все его хотят. Ну, вот у меня посажены промежуточные черенки. Корешки еле-еле, вот, видно, но просматривается. Молодых листиков еще нету. В общем, будет он где-то, наверное, ближе к лету у меня. Так, это Эпипремнум Себу Блю. У него такие сизые листочки интересные, зеленовато-сизого цвета. Такие листики. Он у меня вытянулся в большую высокую лиану. Я срезала череночки. И вот, смотрите, уже маленькие идут росточки. Корневая очень даже хорошая. Вот такая вот. Тоже будет рассажен и быстро, и хорошо растет. Так, ну, сейчас я уберу в сторонку все эти растения. Надо будет мне их полить, конечно же. Да, еще одно, что я хочу сделать. Я много нарезать не буду, таких вот черенков. У меня достаточно уже есть в наличии. А хочу половину обрезать и сюда вот на эту стену все-таки повесить этот филадендрон. Возможно, тут ему будет хорошо. Попробую. У меня здесь росли традисканции. Вот. А сейчас, с недавнего времени, я перенесла сюда хою и вот так вот повесила золотистые стендапсусы. У меня их много. Вот такие вот горшочки. Мне кажется, что здесь им будет лучше намного. Ну, и вот это пустое место займет вот такой красавец. Немножко его обрежу и все. Тут такая конструкция, вот, и лестничка, и ее подпирает вот такая вот палочка. И дальше идет проволока, вот, дугой. И к этой проволоке все это прищипывалось, привязывалось. А сейчас оно просто начало от тяжести падать. Стоял у меня он на подоконнике, прислонялся к стеночке. Ну, вот сейчас все-таки надо его как-то аккуратненько, не сломая. Вот, например, вот этот вот филадендрон золотистый. Он очень классный. Пока его прикрепить вот сюда. Так, а вот это все, вот это все надо будет снять. Потом распутать. Ага, тут еще куча вот таких вот зажимчиков, которыми орхидеи, вот, привязывают к палочкам. В общем, придется и их поснимать. Помощников нету, все делать надо самой. Вот такие вот. Снимаю и буду рукой придерживать. Не знаю, филадендроны сейчас даже очень неплохо растут зимой на подоконнике. Вот я те, что обрезала, и у меня они уже укореняются. Вот, остатки остались там по несколько сантиметров. Они уже пустили, дали новые листочки, новые росточки. В общем, растут, продолжают расти, потому что им позволяет, наверное, и хорошая температура, и хорошее освещение. Все нормально. Посмотрите на эти корни. Мне надо снять вот эту вот. Вот так вот наматываешь, наматываешь, а потом надо все это снимать. И опять куча вот такой вот работы. Так, вроде все поснимала. Опять что-то держит. Вот еще. Это прищепочка. Представляете, все, на чем держалась. Вся верхушка держалась вот на этой проволоке. Так. Теперь надо эти плити как-то аккуратно положить на стол. Я же хочу вытащить эту лестничку, чтобы расположить этот филадендрон в висячем положении. Посмотрим, что из этого получится. Да, заплетен он достаточно неплохо. Ну что, здесь. Очень мне нравится сажать растения, вот такие вот филадендроны и пипремнумы, в горшочек по два штуки. Ну, об этом можно посмотреть опять же в том же видео, о котором я говорила. Очень удобно. Небольшой такой для них горшок литровый. И они неплохо вместе растут. Место как раз не занимают много. Этот я освободила полностью. А этот до того запутан, что надо его... Если поломается, ничего страшного. Я себе так думаю, все равно бы я его резала. Поднимется у меня сегодня рука на это дело. Я с удовольствием обрезаю подрощие растения. Так, одна ветка. Вторая ветка. И третья ветка. Вот три. Всю-то заплелась. И как вот ее вытаскивать. Как говорится, наши руки не для скуки. Вот так и я себе сегодня нашла работу. А что делать? Ну а что? Спасибо. так теперь я его все-таки повешу сюда на стену вот это все получилось сейчас буду вешать на стену дальше соображать что же делать нашла такой же вот горшочек только он здесь у меня без дырочек так ну что нарежу очень хорошие воздушные корешки большие маленькие как раз нормально вот тут под узелок с корешком обрезаю вот такой вот черенок здесь вот тоже связаю достается верхушечный черенок дальше один верхушечный черенок вот это будет второй верхушечный черенок вот такой вот здесь срежу этот ненужный стебель вот видно обрезанная но красиво нормально ничего страшно так так и все получается да больше тут таких нету значит еще режу теперь вот такие вот промежуточные 1 2 3 из вот этой нарезаю потому что между ними очень большие большой промежуток все это пойдет стаканчик с водой все это я оставляю эту также нарезаю потом каждый черенок вот эти вот длинные вот эти длинные так вот вот все обрежу и они будут поставлены в водичку и потом также вот как вот эти горшочках укоренятся до весны вот эти длинные видите какие вот эти вот стебельки их надо отрезать такой вот оставляю черенок так ну а эту сейчас как-нибудь там вот прикреплю наверх подниму плеть и расположу наверно к вот этим вот подвескам зажимами и прикреплю посмотрим что получится череночки ставлю в воду так вот ставлю по кругу большие корешки запихиваю не обрезаю их посмотрю дальше что там будет с ними в процессе укоренения так вот сколько работы сегодня цветочной переделала самой приятно все постоит пару недель постоят черенки корни пустят и я их вот таким вот образом как все моё подрастающее поколение высажу и буду растить всем спасибо за просмотры ставьте лайки задавайте вопросы и всем пока и до новых встреч на моем канале поехали и и и и и и